Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, когда в Республике Татарстан начнут выдавать электронные паспорта. О всех подробностях в сюжете нашего корреспондента. У нас по итогам согласования проекта указа президента о введении в Российской Федерации электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце этого года начать выдавать реальные паспорта. Еще в сентябре 2021 года глава Минцифры России говорил, что в 2022 году Москва, Подмосковье и Татарстан могут стать пилотными площадками по вводу таких паспортов. Он отмечал, что бумажный паспорт могут заменить на смарт-карту и на мобильный цифровой ID. Кроме того, он предложил создать в Татарстане региональный центр компетенций по цифровизации и оптимизации региональных и муниципальных услуг. Традиционно республика Татарстан была всегда в числе лидеров по внедрению современных цифровых технологий. Многие решения, которые впервые были опробированы в органах власти республики, потом широко внедрялись по всей стране и внедряются по всей стране. Электронный паспорт – новый документ, удостоверяющий личность. Он представляет собой компактную пластиковую карточку со встроенным чипом. Как и прежний документ, электронный паспорт будет содержать фотографию владельца и персональные данные о нем. Помимо этого, будет указан номер ИНН с НИЛС, внесены данные о водительском удостоверении. Чип паспорта будет содержать данные о подпечатках пальцев владельца и особенностях радужной оболочки глаз. Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Суперджоп, лишь 29% татарстанцев готовы заменить свой бумажный паспорт на цифровой. Среди опрошенных москвичей – 28%, Подмосковья – 24%. Системы электронного документа оборота, как и бумажные аналоги, подвержены угрозам. Сотрудники МФЦ могут ошибиться, а злобные хакеры попробовать выкрасть данные. Остается вопрос, позитивно ли примут привыкшие к стабильности жители условного Татарстана и России в целом такие перемены. Все люди тяжело достаточно принимают перемены, потому что это вопрос о границах, вопрос о привычных границах своей жизни. И здесь получается, что цифровые процессы, они очень ловко так подстраиваются к нашим нежеланиям управлять какими-то процессами самим. И если нам, допустим, не очень нравится искать каждый раз документы, а не тут открываешь приложение, они все уже в подборочке, все уже есть. Это же удобно? Удобно. То есть человек экономит время, и нам предоставляются такие цифровые услуги. Цифровизация любых документов, перевод их в электронный формат, это всегда плюс в сторону удобства для пользователей. С другой стороны, все мы знаем, как сбоит у нас периодически глобальная сеть, в которой все-таки все это загруженное нами вращается, вертится и используется. Немаловажной частью развития цифровой грамотности жителей Татарстана Максут Шадаев назвал обучение учителей и преподавателей вузов и СУЗов цифровым навыком. Из 16 тысяч российских преподавателей, проходивших курсы по новым IT-компетенциям в Анаполисе, всего 1,2 тысячи оказались из Татарстана. Он подчеркнул, что такой показатель очень низок для республики. Любым разработчикам цифровых идей, цифровых возможностей нужно, конечно, соотносить те перемены с ситуацией психологической готовности человека принять те или иные новые границы существования. Это все решается постепенно через повышение грамотности цифровой, через профильные образовательные курсы или просто вовлечение в это дело. То есть, если привыкнешь к каким-то цифровым вещам, то уже станет легче. Цифровизация идет семимильными шагами. Учитывая, что 2022 год в республике объявлен годом цифровизации, президентом Татарстана Рустамом Менихановым принято решение о комплексном развитии цифровой инфраструктуры и согласованно дополнительное финансирование цифровых проектов в размере более 1,6 млрд рублей.